Здравствуйте! В преддверии лета неделя начинается с 4-5 лунного дня. Растущая Луна будет в созвездии Рак, прижимистого, экономного, полного беспокойства за свое финансовое благополучие знака. Поэтому любые необдуманные денежные операции могут привести к серьезным убыткам в будущем. В этот день буквально не спускайте глаз со своего кошелька, он может стать добычей для карманника. Звезды рекомендуют не совершать крупных финансовых операций, брать кредиты, давать займы, совершать сделки с недвижимостью и грамотно подходить к любым тратам. Избежать потерь вам помогут специальные обереги. Я рекомендую каждому знаку положить в свой кошелек талисман, который напомнит, что денежку лучше приберечь на конец недели. Также на растущую луну я рекомендую навести порядок в кошельке, выбросить все, что препятствует появлению в нем денег. Старые чеки, квитанции, рецепты на лекарства, просроченные банковские карточки. Начнем с Овнов. Неблагоприятный период, чтобы давать взаймы. Есть риск не получить свои деньги обратно. На этой неделе также возможны импульсивные необдуманные траты. Лучшие талисманы для огненных знаков, которые не дадут деньгам утекать из вашего кошелька, из металла. Овнов убережет от ненужных покупок редкая неразменная монета в кошельке. Старинная гривна или монета иностранной валюты. Астропрогноз. Успешная неделя для заключения деловых сделок. Семейные овны найдут поддержку со стороны своей второй половинки. Одиноких ждет перемена в личной жизни. Наверняка знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Следующие тельцы. Тельцов к концу недели ждут заботы по хозяйству и покупка техники. Чтобы не потерять деньги уже сейчас, а сохранить деньги до выходных, положите в кошелек маленькую фигурку слона. Слон является сильным оберегом земных тельцов. Считает, что он приносит тельцам удачу и благополучие. Помогает проявить твердость и рассудительность в принятии решений. А на этой неделе поможет не поддаться на уговоры детей или родственников. И не растратить деньги на моментные развлечения. Астропрогноз. В начале недели в вашей семье воцарится идиллия. Вторая половинка будет полностью с вами согласна. Порадуют и дети новыми своими достижениями. А вот в общении с руководством нужно проявить дипломатичность. Лучше отложить спорные вопросы на потом. Иначе можно потерять не только хорошие идеи, но и работу. Следующие близнецы. У близнецов в начале недели будет скорее всего денежное вознаграждение. Но звезды не рекомендуют сейчас отправляться за покупками, так как можете вернуться с пустым кошельком. А берегом для общительных и любознательных близнецов послужит их давний талисман. Это ключ, открывающий по жизни все двери и сердца. Но только не сейчас. Закройте свой кошелек отрат, положив туда маленький замочек, закрытый на ключ. Его можно позаимствовать из детской шкатулки или сундучка. Астропрогноз для близнецов. Близнецы почувствуют уверенность в своих силах и абсолютном успехе. Удастся наконец-то переубедить своих близких в собственной правоте. А вот в любви легкомысленным и ветреным близнецам захочется стабильных и крепких отношений. Близнецы почувствуют уверенность в своих силах и абсолютном успехе. Постарайтесь не испортить их намерение неудачной шуткой или острым словечком. Дальше раки. Ракам в скором будущем предстоит ремонт или другие хлопоты по обустройству жилища. Чтобы не растранжирить деньги на мелочи, возьмите маленькое зеркальце, имитирующее поверхность глади морской, так чтобы в нем отражались ваши деньги. Тогда они точно там не закончатся. Астропрогноз. На этой неделе вам предстоит разобраться с кучей мелких неприятностей, которые свалятся на вашу голову отчасти не по вашей вине. Вы почувствуете усталость, непреодолимое желание отправиться в отпуск прямо сейчас. Однако звезды советуют собраться с силами и закончить все текущие дела. Это весьма положительно скажется на вашем будущем. Следующие львы. Эту неделю львы проведут в общении с друзьями и деловыми партнерами, среди которых найдут единомышленников. Понадобятся серьезные финансовые вливания для реализации уже в ближайшем будущем своих давних планов. Чтобы накопить деньги на задуманное и не растратить на пустяки на этой неделе, выдающимся транжиром львам нужно положить в кошелек круглую металлическую пуговицу золотого цвета по форме, напоминающую солнце. А солнце является покровителем этого знака. Астропрогноз. На этой неделе львам нужно отбросить логику и полагаться на собственную интуицию во всех делах. Постарайтесь вообще не браться за серьезные дела. Лучше всего эти дела отложить на потом и больше времени уделить семье и близким. Не волнуйтесь, если с кем-то из окружающих не удастся найти общий язык. Возможно, вам просто не по пути. Переходим к девам. Дев наконец-то настигнут плоды их предыдущих трудов в виде признания и, возможно, хорошего денежного вознаграждения. Но звезды не рекомендуют сразу тратить большую сумму денег, даже если эта вещь не первый месяц стоит в списке приоритетных покупок на первом месте. Пристегнуть денежку к вашему кошельку поможет. Английская булавка желательно золотого цвета. Самый сильный амулет от сглаза и порчи. Ведь вашему вознаграждению позавидуют недоброжелателю. И деньги могут покинуть ваш кошелек так же быстро и незаметно, что вы сами не поймете, как это случилось. Булавку нужно пристегнуть к подкладке. Внутри кармашка для купюр. Но так, чтобы она была видна только вам. Астропрогноз. Признание ваших прежних трудов может поступить в виде повышения по должности. Не сомневайтесь, вы точно это заслужили больше других. Будьте крайне осторожны в своих высказываниях в пятницу. Это день самый неблагоприятный для выяснения отношений. Особенно со второй половинкой. Дальше весы. Весы на этой неделе рискуют быть обманутыми. Поэтому вам крайне нежелательно заключать какие-либо сделки, связанные с деньгами. Обмен валют, покупка или аренды недвижимости, кредиты. Каким бы выгодным ни казалось вам предложение, ни в коем случае не соглашайтесь. А удержаться и не пуститься по миру поможет ваш тотем по воздушной стихии. В воздухе лучше других себя чувствует кто? Правильно, птицы. Положите в кошелек фигурку или изображение голубя, и он убережет ваш кошелек от утрат. Астропрогноз. Для весов эта неделя идеальный период для саморазвития. Запишитесь на курсы повышения квалификации, мастер-класс, займитесь самостоятельным изучением иностранного языка. Что бы вы ни выбрали, это принесет свои плоды в будущем. Скорпионы. На этой неделе финансовое положение существенно улучшится. Но так как скорпионы не любят распоряжаться деньгами и часто делегируют эту обязанность другим, рискуют остаться на мели, защитить ваши накопления от посягательства других, поможет ваш сородич поводной стихии. Зеленая жабка. Символ разума. Считается, что она помогает скорпионам просветлять рассудок. А значит, не даст вас обмануть на этой неделе. Сделайте ее из бумаги яркого цвета. Или положите в кошелек маленькую фигурку жабки. Астропрогноз. Скорпионам эту неделю лучше провести в уединении. Следует хорошо обдумать произошедшие события и сделать выводы. Если нет возможности отправиться в небольшое путешествие, сходите в парк, лес или озеро на целый день. Это поможет восстановить силы и набраться энергии на следующую неделю. Тогда, скорее всего, вам придется потрудиться. Следующие стрельцы. Стрельцам следует подумать о лете. Лучше всего потратить деньги на отдых. А так как последний месяц был материально не очень, то придется поднакопить денежек. В этом поможет давний амулет стрельцо. Подкова. С давних времен этот знак часто изображали как кентавра. Получеловек – полулошадь. А какая лошадь без подковы? Она же беспомощна. Чтобы деньги вернулись в ваш кошелек, положите в отделение для монет подкову огненного цвета из медной проволоки. Астропрогноз. В начале недели вам предстоит сделать нелегкий выбор, который впоследствии может привести к конфликтам в семье. Не дайте воле эмоциям. Постарайтесь решить его мирно. Тогда в конце недели вы получите весьма приятное вознаграждение от своей второй половинки. Романтический ужин или уикенд. Козероги. Чтобы в течение недели деньги не вытекали из вашего кошелька, как песок через дырявый мешок, сделайте для вашего кошелька бумажный конвертик. Он точно поможет сохранить ваше сбережение. Астропрогноз. Козероги на этой неделе будут полны сил и энергии, чтобы навести порядок в работе, закончить текущие долговые дела и обязательства, хорошо спланировать новые проекты, а также придется решить давно накопившиеся проблемы и споры в личной жизни. Если отношения зашли в тупик, возможно, следует отдохнуть друг от друга какое-то время, чтобы понять, куда двигаться дальше. Следующие рыбы. Доверчивые рыбы могут на этой неделе попасть на удочку аферистов. Ни в коем случае не разговаривайтесь с цыганкой, не ведитесь на приветливые улыбки незнакомцев и невинные просьбы разменять деньги. Вам могут вернуть фальшивую купюру, защитить ваш кошелек и задержать в нем деньги поможет талисман. Лучшими оберегами для рыб являются амулеты морской и водной тематики, конечно же, потому что стихия – вода. Поэтому, чтобы не потратиться раньше времени, положите в кошелек металлический или бумажный якорь. Астропрогноз. Для рыб начинается неделя серьезных свершений, поэтому отвлекитесь от мысли о предстоящем отпуске и настройтесь на рабочий лад. Сформируйте четкие задачи и цели. Тогда вам легко будет справиться со всеми делами, как на работе, так и дома. Теперь водолеи. У водолеев на этой неделе возможны неожиданные траты на себя и на своего партнера. Чтобы они не опустошили ваш, соответственно, и мой карман, носите в кошельке на этой неделе пирамиду. Именно пирамидальная форма предметов считается лучшим талисманом для привлечения денег, воздушных знаков. Сделайте пирамиды из купюры, среднего номинала. Так как я водолей, эту пирамиду я сделала для себя. И я ее кладу в кошелек. Для этого аккуратненько можно ее вот таким образом сложить. И ваши денежки от вас никуда не денутся. Астропрогноз. Водолеев на этой неделе захватит романтические порывы. Укрепятся любовные связи. Это также благоприятный период для развития творчества и смены имиджа. Не бойтесь экспериментировать. Тем более, если вы давно ждете перемен в свою жизнь. Они моментально придут. Вместе с новой стрижкой, несвойственным вам макияжем или новым стилем в одежде. Пятница на этой неделе будет тяжелой для всех знаков зодиаков. Не планируем в этот день никаких переговоров. Худший день для взаимопонимания. Редактор субтитров А.Семкин